Этот удар 100% валит любого. Он упадет, скрючится. Начал мне выламывать нос на живую. Я в моменте теряю сознание. Выламываешь его и куру. Это просто жесть на самом деле. Подергиваешь, да. И на ночь удар. Все для победы, вот тебе фишки грязного боя. Понюхал перца из баллона и все настроение у него драться пропадает. Меня зовут Бегаев Алик, я по боксу тренер. Более 10 лет я в боксе. И 7 из них я тренирую профессиональных боксеров. Я основатель зала Калифорнии Боксинг Клаб, одного из лучших залов в стране. Где работает больше 30 тренеров, у каждого из которых от 5 до 10 персональных тренировок в день. 26 и 27 марта. Пройдет мой двухдневный обучающий семинар для тренеров. В котором я передам вам все свои знания, которые на протяжении 8 лет я получал у самых лучших в этом спорте. Находясь в Соединенных Штатах, я обучаюсь этому ежедневно. Если ты хочешь, чтобы твое время стоило дороже, приходи на мой семинар и я расскажу тебе, как это сделать. Ты – это бренд. Сделай так, чтобы люди мечтали о таком тренере, как ты. Уже как дома, Лёв. Здрасьте. Добрый. Ну и что мы расскажем сегодня? Мы сегодня рассказываем интересную вещь. Во-первых, у нас в гостях сегодня Макс Пулемет. Во-вторых, прямо сейчас у этого самого Макса Пулемет на канале вышел выпуск, где, по идее, он должен был, кстати, по твоей заявке, раздолбать десятерых моих боксеров здесь. Ну, ты, по крайней мере, так это заявил. Ты сказал, приедет Макс Пулемет и хочет пройти 10 там твоих боксеров. Я говорю, Лёв, подожди, но это же, как бы, это же профессиональный боксер. Ты говоришь, нет, он все может, он нереально раздолбит всех боксеров. На данный момент, да, вот в этом, это еще пока не произошло, но на тот момент, когда вы это уже будете смотреть, наверное, это уже случилось. И результат вы, в принципе, можете увидеть у Макса на канале уже прямо сейчас. А сегодня мы у меня на этом канале, где вы сейчас находитесь, будем рассказывать о... О чем ты хотел? Слушай, да я хотел какие-нибудь грязные фишки узнать. А, грязные фишки. Надоел этот честный бокс, честно говоря. Да, есть, есть такое, да. Этого немного, оно есть, этим пользуется. Это, кстати, вообще отдельный вид искусства. Макс, здорово, я рад. Приветствую, Алик. Взаимно. Сегодня, значит, у нас грязный стиль в боксе, приема грязного стиля. Подготовился, одел футболочку стилистическую. Алик покажет, я покажу то, что я знаю, потому что грязные приемы мне знакомы тоже. Я бился долго в окол футболе. Я Славка ЦСКА, 6 лет, поэтому знаком с грязным стилем, вплотную, грязнейшим. Грязный бой, он, как правило, происходит в ближней дистанции. Вот, смотри, пожалуйста, вот искусствоведы грязного боя. Пожалуйста, вот тебе по яйцам. Смотри, вот Джуда падает. Он такой, да как так? Я же не специально, понимаешь, я не хотел, это так, честно, случилось. Это сплошь и рядом, даже и среди таких больших профессионалов, как тот же Кота там и Заб Джуда. Я вот сегодня просто думал, что именно рассказать и вспомнил нескольких боксеров, которые очень хорошо вообще этим всем обладают. Есть такой боксер Бернат Хопкинс. Отсидел в тюрьме, первые профессиональные бои уже начал в тюрьме, поэтому неудивительно, да. Но при этом это не просто там какой-то грязный боксер, это именно интеллектуал. И для меня это вообще один из самых там умных вообще боксеров вообще в принципе. И что такое вообще грязный бой в его случае? То есть если судья тут, во-первых, у него ориентация очень хорошая. Во-первых, все вот эти вот штуки в плане держать, выламывать, вот эти все, вот эти все ломать. Если, грубо говоря, судья здесь, я там тебя поймал, он вот это там, понимаешь. Локоть, крутку локоть. И как бы ты ай-ай-ай, а он тебя еще здесь бьет, и судья думает, что ты как бы... Есть еще плюс перчатки, трудно ее вытащить, если прижал даже просто. Да, и ты начинаешь что-то там у тебя корчится, а судья думает, что это от того, что он тебя бьет. А он на самом деле здесь тебе там держит, выламывает руку, например. А еще просаживают по функционалу. Ты дергаешь, напрягаешь, они начинают окисляться, и постепенно со временем... Далее он локтями, то есть он показывает, допустим, вот он бьет двойку, да. И он двойку бьет часто на входе, он заходит в человеку с ударом. Получается, что он типа бьет скользь и бьет локтем. Он постоянно всех рассекает. Либо он может это сделать вот так, он вот такой, и он как бы бам, понимаешь, головой это может сделать. То есть он имитирует удар, но бьет на самом деле либо локтем, либо там головой, понимаешь. Потом, когда это уже происходит, а часто такое бывает, ну у тебя сечка там уже как яма в глазу, понимаешь. И потом он в эту сечку начинает там задалбливать, и бой могут остановить техническим нокаутом. Суть какая? Он мыслит так, что выиграть любой ценой, победу любой ценой, стратегически это очень правильно. Бой идет за титул чемпиона мира. Ему плевать, что скажут люди, которые там купили билеты, понравился ему или не понравился. Ему надо забрать этот титул. Да, то есть это философия целая. Это делает всеми известный там Флойд Мэйвезер. Он часто любит, накладывает руки, Макса наверняка видел, значит накладывает. Вот сюда вот накладывает тебе постоянно, вот в ближней дистанции, он у нас идет ближний бой, клич, он тебя вот так вот вытягивает, тебя вытаскивает, закрывает лицо, начинает бить второй рукой. Он тоже исповедует мичиганскую защиту. И когда на него прыгают с двойками, он часто выставляет локоть. Это очень опасно. Об него секутся, когда идут, особенно с оверхандом заходят. Абсолютно верно. Облоняясь, выставляет локоть. Причем выставляет его целенаправленно, направляя в лицо противник. Делать это или не делать, это, конечно же, дело ваше, но прием очень опасный. Он опирается на канаты, ты там, он на себя тебя вытаскивает, резко на тебя бросается, да, он резко выставляет локоть. Уходит локоть, уходит, скручивается и постоянно подставляет его в направлении лица. Здесь он перекрывает локоть. И как минимум, Макс, это же, даже еще не только опасно лицом, даже если, допустим, я бью, да, в мягкие ткани, это когда попадает. Можно отбить руку. Все, если это нормально зайдет, тебе до конца боя это уже не отпустит. Удар навстречу рукой, лучевой костью бьют, когда на джебы или человек, который делает сдвоенный. То есть он бьет джеб, потом кидает левый сбоку. Хороший прием, как будто бы бросаешь джеб навстречу. Я бью джеб? Да, ты бьешь джеб, а я кидаю навстречу, и это, опять же, бицепс. Это очень часто применяемый прием в боксе. Можно и, грубо говоря, очень... Очень неприятно, даже сейчас по мелочи вроде сделал. Слека вроде касается, он очень неприятный удар. Также у нас еще из искусствоведов грязного боя Андер Уорд. Смотрите, его два боя с нашим Серегой Ковалевым. Раз в сто, наверное, ударил ему ниже пояса. Это тоже надо уметь, да? Если я подойду просто в открытый удар, и, конечно, мне никто не разрешит это делать. Он видит, где находится судья. Если судья тут, я встаю тут и долблю здесь человека по яйцам, когда он скажет, что он мне бьет по яйцам, я говорю, да нет, он корчится, потому что я попал ему в живот, я попал ему там куда-то в селезенку, он там корчится. Потом попробуй докажи это. Человек, который это делает целенаправленно, он должен четко отслеживать нахождение в пространстве рефери. И как только он за спиной у меня, он может применять этот прием, бить. Главное, чтобы это сбоку не было. Явно видно, что траектория удара уже другая, то есть идет ниже. Даже удары по вот этим суставам, в области вот этих суставов, берцовые кости, это сушится, это просаживает ноги, на ногах встанет. А рука как себя чувствует, если по этим... Ну, если хороший, в бою, вот бой, Микки Уорд, Гатти Уорд. Да, Гатти ударил, он бил эти удары, он как раз, а Уорд повернулся и подставил, он бил ему, соответственно, в таз, попал чуть выше. И остаток боя провел со сломанной рукой на джебе чисто. Есть риски сломать руку, надо сжимать крепко, то есть это уже зависит от того, насколько натренированная и крепкая рука, насколько он... Ну и насколько она затейпирована. А для этого, посмотрите, как правильно можно делать тейпы вот тут. Такой был тренер, знаешь, я когда много лет назад еще часто мотался в Америку. Вот знаешь, там есть помимо вот этих звездных там великих тренеров, есть такие тренеры, которые... Они скромные, да, они никуда не показывают, они уже не тренируют, они просто приходят в зал и просто уже сидят, доживают свою жизнь. Один из них был тренер по имени Стэн Уолл, бывший спарринг-партнер Мухаммеда Али, Джо Фрейзера, Джо Формана, всей этой плеяды. И вот он мне показал некоторые фишки из грязного боя, то, как Джо Фрейзер постоянно бил на спаррингах. Вот когда он же сам невысокий был, Джо Фрейзер, того же Мухаммеда Али в бою, в то время бил по ногам. То есть как это работает? Али был суперподвижный, у него были классные легкие ноги, его надо было останавливать. Что делал Фрейзер возле каната? Атаковать Фрейзер должен был не только туловище, но и бить по бедрам, чтобы постараться выключить быстрые ноги Али. Судья тут, у нас идет возня, он бьет ему, а прикиньте там вес, ребят, за сот, это серьезный удар, это серьезный... Тем более, у машины эти места очень слабые, Джо Фрейзер сносит его сразу. Лех, покажи Джо Фрейзера, вот он у меня в топе моих десятки самых лучших боксеров за всю историю. Поставил человека там на канаты его, вытолкнул... Ты даже не видишь сейчас, куда я бью? Я бью его корпус, а ты даже не видишь, что у него ноги отсохли уже. А тогда было по 15 раундов, дорогие друзья, это вообще, это же бред, понимаешь? 15 раундов, и первые там 5-7, ты долбишь его по ногам. А за это не снимают какие-то балочки? Снимают, но ты должен это увидеть, ты должен это поймать в моменте, а еще, понимаешь, камеры того времени, они все это вообще не фиксировали. Это тогда бокс был... Это сейчас очень вкусный, сладкий, вылизанный бокс. Когда тебе за каждую там крошечка на песечке, вот это все с тебя там, понимаешь, сдувает пылиночки. Сейчас вот это все, Мэйвезер привнес вот эту всю историю, понимаешь? Боец коснулся каната, уже упал, и все, стоп, уже пролетает, спасает, хотя ему дайте время хотя бы очупаться. Раньше бокс был очень такой, какой бы такой хардовый, хладнокровный, тебя били до тех пор, пока ты просто там не упадешь, не было никаких стоячих нокдаунов. Если ты стоишь, и тебя бьют, все, ты стоишь, и тебя бьют, ты должен упасть, да. Накладываешь на меня этот джеб, я не могу все время к тебе подойти, потому что ты длиннорукий, например, да, я там короткорукий. Я не понимаю, ты меня держишь все время на этом джебе? Он показывал, что показывал Стэн Уолны в этот момент, он говорит, ты в моменте входишь в удар, показываешь, что ты бьешь удар, и вот здесь вот происходит самое страшное. Ты просто выламываешь человеку руку, локоть. Локоть травмирует. Это просто жесть на самом деле, да, и я говорю, неужели это было, он говорит, мы всем вот этим пользовались, там не просто травмируешь, да, ты же прям бьешь и просто ломаешь эту руку человека. А там уже похер, поломал, не поломал, ты не можешь сказать, я руку сломал, извините, можно бой перенести. Такого нет, все, ты проиграл этот бой. Поэтому все для победы, вот тебе фишки грязного боя. Ну вот эта, кстати, фишка, она прям такая, вообще не подкопаться. То есть ты реально как будто бил. Подхваты отсюда, как будто корпус тоже самое можно сделать. Вот то, что мы вначале еще с тобой, вот эти, вот эти штуки там. Здесь ты его ломаешь в руку, да, на самом деле ты занят не вот этими ударами, ты занят как бы ему вот здесь больно сделать, понимаешь. Это все инвестиции в будущее, это все инвестиции в 10-й там раунд, в 8-й, в поздний раунд, где это все равно скажется. Далее есть такие базовые штуки, вставь, пожалуйста, в защиту глухую маг. Мы, например, подходим, там что-то начинаем возиться. Я раз, беру вот эту локоть, например, в ближней дистанции, вытягиваю его сюда, открываю тебе и здесь бью, если ты хорошо закрываешься, да. Допустим, официально... А, какие перчатки это как сделать? А, спокойно, вот, удобно, да? Ну, знаешь, что, можно сделать это одновременно с разворотом. Да, не можно даже, нужно. Если это сделать явно, тянуть, то за это судья вмешается. Тебе нельзя, вот, или, допустим, ты стоишь, нельзя ездить, все это знают, сейчас я Америку не открою, да, все это знают, когда ты снимаешь, да, но ты не можешь давить на перчатки, судья не разрешит, поэтому что делать? Вася Ломаченко так часто делает, он сбивает и сразу бьет. Он именно сбивает таким лещом ее можно, это прям одновременно происходит, бам-бам, сразу, понимаешь. То же самое здесь, если ты будешь тащить, тянуть, не получится. У вас идет возня, ближний бой, ты, бам-бам, сразу, понимаешь, да, ты ее вытащил сразу и долбанул туда. Но вот все вот эти вот такие плюс-минус фишки, которые очень-очень рабочие, конечно, этим надо обладать, вы не можете это делать, если вы там начинающий боксер, да, вы должны, в принципе, сказать. Это нужно нарабатывать так же в спаре. Уже со временем, да. Люди нарабатывают грязные приемы, они так же нарабатываются на тренировках. Конечно, классно этого не делать. Когда вы можете позволить боксировать чисто, это самое лучшее, что только может быть. Но вы должны знать об этом, чтобы с вами этого не произошло, да. Усведомлен, значит вооружен, как говорится. Поэтому вот кто владеет информацией, тот владеет ситуацией, знаешь, хотя бы будешь готов к таким вещам. В крайнем бою я дрался с Владимиром Мазуром. Когда он делал низкие нырки, я прям в право, и ложился на него, и прям поднимал ноги. Он реально держал меня. То, что всю карьеру делал Кличко, вот посмотрите, пожалуйста, прям сейчас бой по ветке на Кличко, вот он, посмотрите. Похитрее надо подходить в сближении. Исходное положение, видите, для атаки. Он поднимаешь ноги, и человек на какую-то секунду поднял там 80 килограмм. Раз, два, на стериль. На фоне всего боя, все, позим раундом на ногах встал. Макс Коренастый заходит ко мне вовнутрь, что я делаю раз, вместо того, чтобы я избегаю этот бед. И чем больше я вот это... Поднял раз, два, там, понимаешь, показал свою мощную спину раз, два, три. И чем больше я буду силу показывать, тем лучше ему. Мне по кайфу, я отдыхаю, там, раз, раз, я его поднял, прокатил, прокатил, но он потом выждет момент, и все. А с точки зрения вообще, ну, по-пацански, это же как-то не очень. Опять же, где мы находимся? Может быть, на улице там по-пацански что-то не очень. В ринге, когда у тебя идет бой, все средства хороши. Мне надо забрать эту победу. А как потом в глаза смотреть соперника? Я не мыслю, как, понимаешь, как, да, я мыслю, как македонский, блядь, понимаешь? Мне надо, блядь, завоевывать здоровьем в своем риску, это моя карьера. Каждый бой, это риск здоровья. Мне надо забрать отсюда все мое и спокойно отсюда уйти. А, кстати, как на ногу незаметно наступить? Вот так. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, я тебе раз наступил на ногу незаметно. Лук, понимаешь? Боев против левшин тоже классный прием этот, применять. Судья уже правый. Пока там судья, что-то там, судья, не судья, то он мне уже нанесет какое-то ущерб. Здесь уже человек, которым наступили на ногу, он ощущает дискомфорт. И еще вот с левшами тоже делают такие, есть такая фишка ногами. Когда подергиваешь и наносишь удар в этот момент. То есть становишься в такую, во-первых, ты контролируешь левшу, когда твоя рука находится с внешней стороны. Если левша стоит вот в таком положении рука, левша контролирует меня. Как только я перешагнул, я контролирую его. Вот здесь идет борьба за контроль руки. И вот в этот момент можно применить этот прием. Выйдет, подернется. Но тоже, опять же, сначала можно немножко подтолкнуть вперед. Подернется. У нас ближний бой где-то, он стоит у каната. Я ставлю ногу, поддавлю и начинаю здесь зарываться. Это неприятное давление на сустав. Он в любом случае почувствует это давление, попытается освободить руку. Это даст возможность атаковать, ну пробить хорошую серию. Ну, нужно положить руку на сердце, Макс, да, и сказать, что для того, чтобы всем вот этим пользоваться, нужно реально быть уже опытным-опытным боксером. Потому что вот так сходу там... Пока там будет корячиться неопытный боксер, он уже просто прикемарит. А на улице как-то это можно применять? На улице нет. Уличный драк. Вот на улице мне применили, Лех. Я тебе вот в начале разговора нашего еще без камеры рассказывал, да? Лех, расскажи, как это было? Мы были на улице, где-то что-то клуб, какая-то ночная история. Да, вышли на улицу, перешли через дорогу. На той стороне большая толпа людей, на этой стороне мы вдвоем. А он идет, говорит, слушай, Алик, давай мы вот-вот-вот-вот-вот такое движение делаем. Это вот моя такая неопытность, да, на улице, да. Что-то-что-то бум. Да. И все, и я раз уже, понимаешь, уже понимаю, что вот чуть-чуть у меня уже такой белый свет, немножко туман. И это, знаешь, я спокойно потом доделал свою работу очень классно там. Но суть в том, что когда я уже иду... Срок давности еще не вышел. Да, когда меня уже от него там отдирают, и я уже иду, и на меня люди так смотрят, от меня отворачиваются. Я не понимаю, что такое, я там на адреналине весь заряженный. Потом я понимаю, что у меня нос вот тут. Вот эта фотография, можно посмотреть. А мне буквально через два дня улетать в Америку. И я на следующий день, когда он уже прижился вот в этом состоянии, иду к врачу, соответственно, они мне там опираться, а не опираться, а у меня уже билеты. И нахожу классного врача, и он мне говорит, смотри, а у меня там сделали снимок в четырех местах со смещением. Это он с руки я так сломал? Ну, а с чего, конечно. Вот так вот, просто тупо вот туда, понимаешь, вот туда вот просто ушло. И он говорит, я могу сейчас тебе вот это исправить без единой капли крови, но единственное, там это надо делать на живую. Ну, знаешь, как этот Леонардо да Винчи по слепку просто все это делал, да, он меня посадил так на кресло, дал мне что-то в виде такой деревянной пробки в рот. Вот сзади вот так вот взял, прижал мне к этому и начал мне выламывать нос на живую. И он мне все это выломал вот с хрустом, я в моменте теряю сознание, он меня на шатырем приводит меня в чувство. Я говорю, а зачем ты меняешь? Ну, вот ты должен быть в сознании. И выловил мне вот, как сейчас вы это видите, да, какая у меня была ошибка, я для себя это определил, что мы сейчас будем это делать. Мы пошли, перешли через дорогу, и я был к этому уже готов. Но человек, люди разные есть, вот он поступил очень умно. Он говорит, Алекс, слушай, какие проблемы, зачем нам это надо, и взял мне вот здесь вот за руки. Понимаешь, и просто потом резко усыпил мою бдительность. Эти слова им, усыпил бдительность. Да, я уже сразу как можно бить человека, который идет к тебе с миром. Я человек очень, ну, достаточно добрый, я не кровожадный, да, и делаю это только в крайних случаях. Он усыпил мою бдительность, долбанул. Что нужно было сделать? Не, все, раз мы перешли эту грань, вот там мы уже не договорились, здесь мы должны это делать. Да, дистанция. Первое, это дистанция. Второе, если ты четко понимаешь, что сейчас уже этот момент наступит, что нужно сделать? Нужно просто развернуться боком, да, просто дать опору, чтобы резко, чтобы если что-то произойдет резко, чтобы это не было вот так, понимаешь, чтобы ты был в балансе. Третий момент, руки, никогда их нельзя держать, вот как я здесь, отсюда. Даже если вы там какой-то талантливый мастер в шу, боксе и чего угодно, руки должны быть просто хотя бы вот здесь, разговаривая вот так, скажем, чувак, какая проблема у тебя, что ты хочешь? Но тут еще нужно обязательно понимать, один он находится, если их два человека. Обычно, часто я с таким сталкивался, кстати, когда я стою общаясь, меня уже начинает заходить в сторону. То есть, раз там, от этой кучки отвалился один человек, и становится вот под таким углом. Хотя вот здесь нужно контролировать, если вы разговариваете, это не один на один, а, допустим, двое-трое человек, обязательно контролируйте положение их в пространстве. Никто не должен быть вне зоны видения. Смотрите аргументы, подручный средств, сил может не хватить. Но самый лучший, грязный стиль на улице, и он стоит всего лишь 500 рублей, это газовый баллон. Не обладайте накоутирующим ударом, не хотите, чтобы ваше достоинство унижал кто ни попадя. Покупайте его, и он работает исключительно на любых боксерах, там, борцах, неважно, какой бы там крутой ни был. Понюхал перца из баллона, и все настроение у него драться пропадает. Вот что мне делать? Я никогда не дрался, но меня подходит, я понимаю, что это неизбежно, что мне первое не надо делать? Бегать умеет, то, конечно, дело сделать ноги. Если уже все, он понимает, что он замк, там, пространстве, и деваться некуда, сейчас его будут просто ломать, то не надо пытаться ударить человека, особенно, который здоровее вас, явно вы его не нокаутируете с удара, бить в лицо. Поэтому наносите удар коленом в яйца. Это вообще не западло на улице нисколько, победителей не судят. Жестко прям можно пробивать, как коленом, так голенью, там, неважно, все зависит от дистанции. Чуть подальше, с ноги, то есть показали прям, да успокойся, успокойся, на, держал. Этот удар 100% валит любым духом, даже любым сердцем. И наличие у него огромного количества тестостерона не порешает вопрос, он упадет, скрючится, и у вас будет еще сколько-то секунд просто ему объяснять, что он был неправ. Поэтому это очень эффективный удар. Я лично всегда вот до упора рекомендую всегда общаться, всегда мыслить немножко на шаг, на два вперед, потому что часто бывает, мы знаем такие примеры, когда ты бьешь человека, он падает и умирает. У меня лично есть такие знакомые, которые за это там отсидели в тюрьме, там, свой срок. Два-три раза вздохните, да, немножко подумайте о семье, там, о будущем, стоит ли вот этот вот этот унизительный момент, в котором у вас он живет, потому что, ты знаешь, можно себе заметить. И даже об этом человеке, может, у него что-то случилось, он весь там на говно исходит. Да, ты знаешь, что я заметил. Может, у него что-то случилось. Успокоить, постарайтесь его словами. Лучше вот это сейчас спустить на нет. Ну, что мне кому доказать? Чем я сейчас выйду? Долбану. Не дай бог что. Суды, не суды. Он побежит и напишет по-любому. Да, ну, зачем мне это надо? Завтра не место работы, там, поехать в суд или в милицию. Драться уже надо тогда. Все, оно неизбежно. Тебя поставили. Ну, либо задели уже твою честь, твою мать, да, твою семью. Вот за это, наверное, есть смысл рисковать, да? Там потом, куда ты попадешь после этого, тебя за это не осудят уже, понимаешь? Там, куда ты попадешь. Макс, ну, правильно? Все, все, согласен полностью, Аль. Поэтому, ребята, давайте на позитиве закончим вот так спокойненько этот выпуск. У нас сейчас будет спарринг. Никаких драк вне зала, желательно их избегать. У нас будет спарринг, а вы уже этот спарринг можете увидеть в ссылке в описании. Макс, спасибо тебе огромное. Приятно увидеть этот выпуск. Спасибо за помощь во всей этой истории. Ребята, подписываемся, колокольчики, лайки. А лучше, знаешь, Леха, иди-ка ты нафиг. Ты меня заставил вот это все делать. Я не хочу идти против своего. Ребята, я бы, если мне не понравился, да, выпуск, я бы не ставил никаких лайков и колокольчиков. Это надо делать только в том случае, когда вам это покайфует. Я никого ничего не заставляю, ничего никого не призываю. Делайте то, что вам нравится делать. Никогда никого не слушайте, никаких блогеров. Подписывайте, записывайся. Не хочешь, не подписывайся, просто смотри и кайфуй. Ну, если хочешь, подписывайся. Ну, если хочешь, подписывайся. Отсань от меня, все, надоело. Хорошего дня, пацаны, пока.